Сегодня спецслужбы США имеют в своем арсенале самый большой в мире центр хранения и обработки данных. Находится репозиторий в штате Юта, неподалеку от местечка Блавдейл. Это огромный дата-центр с подземной частью. Сюда стекается перехваченная информация с мессенджеров, с электронной почты, записи телефонных разговоров. У вас есть телефон? Я. Да-да, старенький уже. Но его АМБ отслеживает. Через телефон. Какую информацию с нас снимают? Когда владелец айфона в любой точке мира заходит в свой аккаунт, спецслужбы могут добраться до данных и выпотрошить его полностью, прослушать все сообщения, да и вообще сделать все, что вздумается. Это самая настоящая слежка за населением. В 2013 году Эдвард Сноуден, переписываясь с журналисткой Лорой Пойтрас, говорил, я собирал информацию о нарушении прав прежде всего американских граждан. Но поверьте, по сравнению с тем, что мы, творив в других странах, американцы находятся в привилегированном положении. Могу привести вам классический для Ближнего Востока пример. Они собирают компромат на арабских принцев, которые могут в интернете просматривать порно-сайты. А ведь в их странах подобное строго запрещено. Для спецслужб это рычажок, который можно использовать, когда принцы станут властителями своих стран. Теперь их есть чем прижать, заставить плясать под свою дудку. С политиками и компаниями то же самое. Переворошить их грязное белье, узнать обо всех пороках. Таким образом можно влиять на их решения. Так что да, это повсеместная практика. Любой парламентарий, любой человек во власти в зоне риска. Мы сейчас, работая в Вашингтоне, как вы думаете, под подозрением? Прямо здесь? Ну вы же со мной связались. Вы автоматически под подозрением. Прямо во время интервью мы заметили двух незнакомцев, которые наблюдали за тем, как мы общаемся. Но как только мы развернули телекамеру в их сторону, персонажи спрятались за дерево. Продолжение следует...